Ассаламу алейкум, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и добро пожаловать на наш Восточный Экспресс на волнах Нью-Йоркского радио, радио «Русская реклама». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нора, Игорь. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Добрый день, рад тебя видеть. Возвращение блудного сына. Блудного ведущего, в данном случае, да. Каникулы в Узбекистане прошли на высшем уровне. За два с половиной месяца было осуществлено ряд медиапроектов, начиная с специальным фильмом о Самарканде и заканчивая новыми проектами касательно Бухары, Хивы, потому что в Узбекистане сейчас развивается туризм, специальное постановление президента. Буквально сегодня в Таджикистане наш президент объявил о том, что границы открыты, безвизовый режим отменен и налажены прямые рейсы. Ты самое главное сказал президенту, чтобы был подготовлен и шаг для меня. Естественно. Мы тебя ждем, конечно, конечно. Уважаемые друзья, сегодня я пришел не один. Пришел с потрясающим человеком, очень интересной личностью, один из самых топовых и популярных певцов Республики Узбекистан. Заслуженный певец, расслуженный артист Узбекистана Улукбек Рахматуллаев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Привет, Улукбек. Привет, привет. Рад вас видеть. Улукбек, знаешь, вот такой потрясающий был певец, Пол Маккартни, британский музыкант, инструменталист и писатель. Он говорил так. Ведь я люблю приезжать туда, где мне предстоит выступать заранее, за 4 часа до концерта, чтобы акклиматизироваться. А вот у тебя как акклиматизация проходит в Нью-Йорке нормально? Вот я всегда, когда с друзьям разговариваю, но я первый раз же в Штатах, и из-за этого, когда с друзьям разговаривал, они говорили, что у них адаптация очень тяжело проходит, они не могут в себя приходить первые недели. Почему-то не знаю, но у меня такого не было. Да, я как-то режим наоборот у меня пошел. Как я в Узбекистане, например, я очень долго сплю. Поздно засыпаюсь, а просыпаюсь... Тоже очень поздно. Да, поздно. Почему-то здесь, не знаю, засыпаю очень рано. И просыпаюсь даже рано. Я вам право скажу, я уже вот как мы приехали, вот от обека мы в одном гостинице живем, и я сплю 8-9 часов, а просыпаюсь, не знаю, автоматически 7 часов. Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки. Здесь такая истинно творческая среда, вот ты в нее, скажем так, и погряз, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Да. Ну, самое главное, встретили очень классно. Как бы нью-йоркская погода. Да, классно, мне так понравилось. Знаете, да. Во-первых, что понравилось, например, 20 минут от Нью-Йорка куда-то мы едем, какой другой город, да, там снег. Там снег. В Фенсильвании мы были, да. В Фенсильвании были там. Были в каком-то, как назывался, Макокко или как там? Кокона. 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 Ну, это горы уже. Там такой снег был. Я в последний раз здесь увидел такой снег. Мы не удалось кататься туда-то, конечно. Да, очень, ну там флот готовый. Подожди, а как же в Азбекистане? Разве снег не застал? Нет, у нас снег бывает. Правда говоря, мы же много гастролируем. Поэтому я до этого, когда я куда-то уезжаю, снег бывает. Когда я прихожу, снега нет. Нет, самое главное, знаете, люди добрые, хорошо встретили, организаторы хорошие. Нарджанам спасибо большое. Это она нас, всех, кто говорит. Я подскажу, да, да, да. Цель визита у Аугбека это не только окунуться в американскую творческую среду, но еще и дать концерты, ряд концертов. А именно, завтра будет первый концерт, 10 марта. Здесь, в Бруклине, на Брайтон-Бичи, есть потрясающий театр. Называется Мастер-театр. Ничего себе. Завтра мы вас ждем там на концерте. Там будет самый лучший ведущий всех времен и народов. Просто большая умница. Кто это? Вы не знаете? Мистер Атабек. Ну, я, конечно, учу. Вот там у Аугбека будет самый первый концерт. Следующий концерт будет 17 марта в Лос-Анджелесе и 23 марта в Чикаго. Вот по этому поводу, Аугбек, у меня такой вопрос. Есть такой потрясающий певец Иосиф Кобзон. Советский, российский, эстрадный певец. Он говорил так. «Как только увижу полупустой зал, считайте это моим последним концертом». Скажи, пожалуйста, вот я проверял статистику, билеты на 90% уже в Нью-Йорке проданы, в Чикаго 100%. В чем секрет? Как ты считаешь? Ну, не только, наверное, в рекламный, а потому что есть какой-то другой фактор. Я понял. Во-первых, не я, да, называется? Не я. Это как будет на русском. Знаете, когда вы думаете о чем-то, именно положительно, позитивно, и загадываете вот желание, пожелание, не просто желание, но еще и пожелание. Хотите это душой и сердцем. Вот это вот нет. Знаете, мне вот часто много лет писали через интернет, через инстаграм, говорили, когда вы приедете, у вас здесь очень много поклонников. Я, правда говоря, не знал, на что отвечать. Вот когда ты собираешься, ты можешь сказать, да, у нас скоро мы готовимся, а у нас не было такого вообще. И даже мысли не было приезжать в Америку, но не знал, на что отвечать. Я всегда говорил, худоханаса. Это значит, дай Бог. Вот Бог дал. Самое главное, я, знаете, вот кому-то полный зал, это счастье может быть, да? Для кого-то не полный. Самое главное, даже разницы нет. У меня в зале будет хоть один человек, я буду работать для этого человека. Потому что есть человек, который меня слушает. Я, ну, мне очень приятно слышать, что уже вот Атолик говорит, это на самом деле так, 90% билет уже продано, и в Чикаго уже закрыли, сейчас еще хотят... Жалуются в Чикаго, жалуются, второй день открывайте. Мы же... А что с вами было вообще у вас приехать в Нью-Йорк? Один момент, вот буквально один момент можно? Уважаемые радиослушатели, кто хочет попасть... Вот мое любимое слово, я его люблю произносить даже больше, чем я тебя люблю, называется бесплатно. Вот кто хочет попасть бесплатно на концерт у Лукбеку Рахматуллаеву, мы вас приглашаем, но с одним условием, за активное участие в сегодняшнем нашем радиоэфире. Итак, наши телефоны. Вы можете отправлять смс на номер 646-600-8398. А что это у нас, вот это AR, это что-то научно-техническое? Это телефон живой. Ага. Либо тогда уже... Да, либо тогда звоните уже нам на прямой эфир 718-769-0415. Я повторю. Итак, смс, кем отправляем на номер? 646-600-8398. Либо прямой эфир 718-769-0415. Я тоже повторю вот обед. На всякий случай. Подожди, подожди, момент, момент, момент. Вот самому активному участнику или участнице мы дарим два билета. Причем их может быть очень много. Билет, мы подготовили шесть билетов в общем. Либо, если билетов не хватит, мы на всякий случай принесли у Лукбек, с собой привез из Узбекистана свои альбомы. Да, и новый альбомы. Новый альбомы, да. Поэтому начинаем писать и звонить. Пожалуйста, Нора. Спасибо, что дал мне возможность. Лукбек, я хотел уточнить, что им нас подвигло тебе приехать в Америку и давать концерты здесь? Я так понимаю, ты уже объездил весь мир, давал везде концерты, и поэтому это твоя новая ступенька. Ну, не могу сказать, что везде давал, конечно. Но я не был в Америке. Да. В Европе побывал, в других странах побывал. Еще Австралия, да? И Англия. И Англия. И Англия. Несколько раз. В других странах было. А в Нью-Йорк почему? Во-первых, поклонники. Они захотели, чтобы я пришел. Они просили, чтобы... То есть они, видимо, ликовали. Да. Когда приходите, когда будете у нас. И самому очень интересно было посмотреть Америку. А ты помнишь вообще свой первый концерт? Какие эмоции ты испытал? Свой первый концерт? Самый первый? Сольный концерт иметь. Да. Конечно помню. О, это было... А скажите немного? Очень трудно было. Я на сцене даже заплакал. У меня слезы вышли. Но мои поклонники аплодировали. Настолько меня поддерживали. У меня слезы вышли не за того, что я от радости. Да просто настолько было трудно. И я не мог просто объяснить, что это нелегко выйти на сцену, сольный концерт давать. Это самое главное. Они меня поняли. Вот то, что тебя поняли. Подтверждение к этому у нас звонок в студию. Пожалуйста. Давайте послушаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Вы уже в эфире. Как вас зовут? Очень приятный звезд. Ассалям алейкум. Алейкум ассалям. Пожалуйста, у вас есть вопрос, пожелание кулакбеку, либо вы просто хотите бесплатно попасть на концерт. Мы готовы к этому. Спасибо большое. Пахмаш. Да? Спасибо. Спасибо. А как зовут дочку? Дочку как зовут? И сына? Мехруза. А сына? Мухаммад Азиз. Мухаммад Азиз. Мухаммад Азиз. А давайте сделаем так, Улбек. Все-таки первый дозвонившийся, это на самом деле самое сложное. А вот прямо сейчас ей и подарим два билетика. Да? Так будет. Ну а почему? А давайте, с барского плеча. Забирайте отсюда из радио русская реклама два билета для вас, потому что вы самые первые дозвонившиеся, и мы только это поощряем. Вы сможете подъехать, вы знаете где находится радио русская реклама? Да. Подъезжать сегодня до 6 или завтра с 10 утра, концерт уже завтра. Концерт завтра вечером, да. Так что мы вас ждем. Спасибо большое за звонок. Мухаммад Азиз. Спасибо большое. Приходите. Буду ждать. Всего хорошего. Вот на такой позитивной нотке. Мы послушаем сейчас песню и вернемся. Конечно. В исполнении Улбека. А у нас есть еще звонок и не один, но сплошные звонки. Давайте попробуем. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы уже в эфире. Пожалуйста, можете сказать. Улбек слушает вас. Ассаламу алейким. Добрый день. Как вам удобно? Как вам удобно. Очень актуально. Вам нравятся мини-юбки или вам песня нравится? Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Отлично. Спасибо. Уважаем у нас разница. У нас diskutается. У нас практика будет. Замерной материальной практикой getting wonшко напиться на его сумcan в металлоликке. Но не играете, мы емonic или ухожать, но вечерина не этвали на給 Не говорю н pants им моем смо nickel а что самое с ним не стоило там за день, iverteen, ими, и так, дура... Thank you, thank you, really appreciate it, thank you. Да, да, у меня с собой есть. А хотите альбомчик? Я понял, давайте так, тогда спойте хотя бы четыре строчки любую из моего репертура какую-нибудь песню. Вы же говорите, что вы любите мои песни. Да, и если это так, мы вам подарим альбом. Да. Любой, да. Давай. С таким акцентом американским, да? Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Это не таланты страны есть. Всё, всё, где у него кнопка? Спасибо большое. Да, нужно сказать, чтобы я забыл имя. Как вас зовут? Алишер. Алишер, можете прийти к нам на... Ардашер. Я записал ваш телефон, это Алибаба, и приходите к нам на радио и забирайте, вас ждёт диск. А зовут как сестренку? Зовут как сестренку? Я уже пишу. Шахлова. Шахлова. Отлично. Спасибо вам большое за звонок и забирайте свой подарок. Удачи. Договорились. Спасибо. У нас есть ещё один звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Спасибо. Спасибо. Угу. Народул. Вас зовут. Ассаляму neinу. Спасибо. Понятный вопрос. Конечно, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 и первые концерты здесь только честно скажите да давайте 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 я вас понял спасибо за очень хорошего на самом деле очень классно чем когда вы начали мне такое мечты и даже планах нет не знаю почему-то я очень побывал очень много стран и никогда не старался там по делам когда приходишь сразу что-то снять да такой нет если я буду снимать то я это буду очень долго готовиться к этому со мной должны будет приходить очень много люди команда должна быть такая профессиональная не могу сейчас отсюда найти какую-то оператора подросить не ждут оборах показать чтобы я был в нью-йорке я думаю для меня это не профессионально поэтому у меня там узбекистане моим любимым воде не родины настолько есть места красивее я еще я я еще должен там же посниматься много но конечная точка нью-йорк но да когда-нибудь может спасибо за намек спасибо большое за звонок а в качестве в качестве актрисы или или в качестве мейкапера в качестве кого а все ясно команду я все ясно спасибо спасибо спасибоctions thank you as of line artists have amek Toronto кучки мальчика пощ Auchiero I'm fine and you that's cool could you please tell us it in Russian or in Uzbek please no problem please tell us in English and then I will translate it into Russian okay how how old are you how old are you just 15 она слушает ваши песни все время и она восхищена вашим творчеством okay очень уважает вас и есть один вопрос okay отчего-то опасаешься боишься в этой жизни 15 лет ничего да все что там будет 30 умный человек но боюсь много чего боюсь но боюсь потерять близких и боюсь все кто не оправдывает доверия я бы хотел всегда прав своих близких и с чистым сердцем с чистым лицом когда приду к Богу чтобы у меня было все здесь так хорошо чтобы я не стеснялся не было мне стыдно на я посылся от этого и самое главное думать это ах, ты выяснил? Найс, найс она понимает но не рассказывает я правильно сказала, да? Я уже снял. Здравствуйте, кто-то еще есть? Нет, пока. Ну, ничего страшного. Ты попрощался, я просто... Ничего страшного. Итак, у нас есть еще смс. Я думаю, мы зачитаем эти смс, да? Нам передачи не хватит, чтобы зачитать новые смс. Конечно, пожалуйста. Итак, абонент 6582. Спрашивают у вас сначала на узбекском языке. Здесь, значит, спрашивают абонент 6582 о том, что... Какие были волнения, когда первый раз он давал концерт. У нас есть самый большой концертный зал в Узбекистане. Раньше в советское время назывался «Дружба народов», сейчас «Стеклан». Расскажи, пожалуйста. Я понял. У меня каждым разом становится больше и больше волнений. Много. Не знаю, почему это, потому что... Может, это и хорошо. Я думаю, так и должно быть. Когда артист, когда творческий человек теряет вот это волнение, я думаю, он должен уже переходить на другую профессию. Вот я правду скажу, почему-то у меня волнений очень много здесь. В Нью-Йорке у меня... Не знаю почему. Например, у меня каждую неделю, почти каждые 10 дней уже один какое-то выступление бывает большое. Но в этот раз как-то волнение... Но у вас на радио побывал, вот только что поговорили, да, с поклонниками. Я понял. Легче стало. Да, легче стало. На самом деле мне это помогло. Значит, меня на самом деле ждут. Конечно, ждут. Да, самое главное это. Я думаю, ну, у меня много раз волнение было. Первый раз никогда не забуду. Это такой день, когда первый раз у меня автограф. Это вы говорите о первом сольном концерте, да? Да, вообще выступление. Я думаю, у меня каждый раз будет такое волнение. И всегда я хочу, чтобы у меня было волнение. Вот нам также с таким же чувством и волнением хотелось бы послушать твою очередную песню. Сначала рекламку, потом песню. И мы вернемся обязательно, никуда не уходите. Не переключайтесь. А кто это поет? Дело тонкое. В американском научно-фантастическом сатирическом мультсериале «Футурама» есть такие слова. Вы сейчас пели? Нет. Я говорил, что тебе надо успокоиться, а петь мне нельзя постановлением суда. Уважаемые друзья, нам сейчас нужно постановление, чтобы немножечко нас, знаете, успокоить, потому что радиоэфир переполнен звонками, и мы чему очень рады. Пожалуйста. Очередной звонок, я так понимаю, на подходе. Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, здравствуйте. Да. Да. Вау. Харей. Мы хотели вам дать… Да. Все, спасибо, Севара, спасибо. Вы в любое время можете забрать на радио русская реклама, это на Кони Айленд. Я думаю, найдут. У нас следующий сейчас звонок. Между X и Y. Да, спасибо большое. Радио русская на ваше имя будет. И у нас следующий звонок, я так понимаю. Пожалуйста. Здрасте. Представьте, пожалуйста. Да, вы на радио, вы в эфире, он бег вас слушает. Болееки вам, сынок. Какая национальная. Еще раз, пожалуйста. Вас плохо слышно? Заловите в трубочку. Да, да, конечно. Ну, у вас хорошие русские, слушайте. Ага. Я переведу вопрос. Итак, на одном концерте Улдбек пел с одной женщиной. Ее зовут Мархабаупа. И он обещал с ней спеть дуэт. Почему он этого не сделает до сих пор и когда он это сделает? Пожалуйста. Ну, дуэт это, я сказал, что мы будем петь дуэт. Я там не говорил, что мы новую какую-нибудь песню запишем. Да, да, да. Я сказал, что мы будем дуэт петь. Но мы на следующем концерте это сделали. Вы можете это посмотреть. Вот сейчас можете зайти в YouTube. Просто Улдбек рахматул лайв. Соганэп напишите. Там выйдет. У нас почти миллион просмотров должен. Мы недавно поставили в YouTube. И это уже, я думаю, доказательство того, что я обещал. Да, Беймалад. Хорошо. Хотят меня пригласить на юбилей. Обязательно, Беймалад. Я думаю, это не проблема. Спасибо. Инстаграм, Гекарсези, Инстаграм, Савин Фамда, администратор, продюсер, номер, Язель Гян. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Рахмат, Рахмат. И у нас следующий звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здрасте. Здрасте. Куинс. Группа, да, есть Куинс. Да, да, да. Да, да, у нас один район есть Куинс. Сколько вам лет? О, такой молодой голос. Да. В дубляже можете работать? Да, в дубляже можете озвучивать над фильмами. Итак, пожалуйста, у вас вопрос? Да, конечно. Да, можно. Вопрос. Значит, бывают такие семьи, у которых финансовое состояние, ну, скажем так, не самое благополучное, но хотели бы пригласить у Лубека к себе на определенные мероприятия, свадьбы, юбилей, дни рождения. Возможно ли это со стороны Лубека? Конечно, возможно. Мы так и делаем, но просто мы это не показываем. Да. Потому что мы все разные, у нас все состояние разное. Если это не мешает нам, ну, по времени, на другие выступления, мы всегда это делаем. Я сам администратору говорю, что нам надо находить таких людей самому. Поискать их, чтобы сам бесплатно вот так как-то их порвать. В подтверждение этому, Лубека, когда входит в детские дома, он никогда не ставит это ни в Инстаграм, ни в Фейсбуке. Он, потому что делает это не для показухи, а на самом деле ради Бога. Поэтому это, как говорится, мачо-прешейтед. Это очень, да, поощряется. Если это не помешает, как вас зовут? Как вас зовут? Смизлина. Назира. Если это не помешает. Если это у вас у знакомого какой-нибудь, вы заранее обращаетесь с администратором. И от силы мы постараемся, конечно. Спасибо большое, звонок Назира. А у нас следующий звонок. Да, здравствуйте. Вуалейкум ас-салам. Аминан, как вы? Yes. Of course. In his big place. Okay, in English. Rahmat. Вот какие родители. Она, конечно, очень-очень уважает его творчество, а мама, конечно, с бабушкой идут на концерт, а ее не берут. А все, от Абек, я вспомнил ее. Да? Смази, смс, да, директа, директа, инстаграм, да, про это. Она мне писала, она говорила, что я когда еще в Узбекистане был, она мне говорила, она так хочет мой концерт, но родители взяли, мама взяла себе и бабушку, ее оставляют. Да, значит, так. У нас есть билет? Нет, мы его в прямом смысле родим, если надо, потому что маме и бабушке выговор. Ради тогда. Как вас зовут, смесь? What's your name, darling? Амина, we would like to give you the special ticket, especially for you, okay? Thank you. Very welcome. Thank you for look back, not for me. Да, как ты это знаешь? Амина, да. Как ты будешь рожать, билет? Да, да, да. Так, значит, роды прошли благополучно. А, да? Да. Так быстро, да. Я думаю, что нужно будет просто в кассе театра оставить на ее имя. А сюда есть ли? А когда? До 7 часов, у тебя с собой? А, да, вы, конечно, с собой. А вы можете до 7 прийти, до 6 прийти на радио? До 7. До 7 прийти на радио. Can you come here until 7 p.m.? Да. Okay. Okay, we'll wait for you. Today, tonight. Not tomorrow, today. Okay, thank you very much. Thank you, honey. Bye-bye. Bye-bye. Спасибо большое. Ну что ж, у нас не осталось больше времени, поэтому нам придется, если, так сказать, я понимаю, у вас есть дела, вы заняты, надо готовиться к концертам. Это очень важно. Напомните, пожалуйста, еще раз, где концерт. Итак, концерт, я напоминаю, у нас три концерта. Первый, 10 марта в Нью-Йорке, 17 марта в Лос-Анджелесе и 23 марта в Чикаго. 10 марта в Нью-Йорке концерт будет здесь, в Руклине, на Брайден-Бич. Я думаю, что после сегодняшней программы билетов уже не осталось. Да, я думаю, что кому-то да. Господа, которые сейчас звонят на самом деле, мы, к сожалению, больше не можем принять ваших звонков. Лукбек может вам сказать сейчас, как он вас любит. Да, спасибо большое вам, спасибо за такой, как сказать, приятный прием. И скажу честно, очень приятно, что иметь таких поклонников в Нью-Йорке, вообще, в Штатах. Вот и для них я и пришел, и для них я буду работать. И не буду вставать, силы буду отдавать. Самое главное, манадвок, лиля. Просите Бога о том, чтобы у него было всегда все хорошо. И думаю, это не первый-последний раз. Если до Холоса, как у нас говорят, этот концерт пройдет на ура, я хочу с администратором и продюсером поговорить. Нарджанапар, да. Хочу, да, Нарджанапар. Каждый год, какой-то традиционный месяц, и будем приезжать. Но я еще один раз сам хочу приехать в лето. Да, отдохнуть, да, уже. Не по рабочей весе, а по туристической, да. Ну да, Илья, договорились. Упаться здесь курорт, да. Спасибо большое, приходите на концерт, вас приглашаю. Вас приглашаю, обязательно буду рад. Думаю, восточная музыка это всегда приятно, всем нравится. Спасибо Русскому радио. Радио Русская Реклама? Да. Спасибо вам. Русская Реклама, вам спасибо большое. Вы просветайте, не болейте, работайте. И, чтобы всегда, хорошее настроение. Спасибо, спасибо, Лукбек. Спасибо, Лукбек. Спасибо. Вы знаете, все время Леонард Коэн говорил так, что если бы я знал, откуда приходят хорошие песни, я бы старался бывать там гораздо чаще. Лукбек, бывайте там гораздо чаще, где хорошие песни, потому что все ваши песни идеальны. Спасибо вам огромное. Мы хотели бы тоже, наверное, вашу песню услышать, потому что, как говорится, говорить о песнях, это то же самое, что танцевать об архитектуре. Конечно. Давайте слушать песню. Спасибо, Лукбек. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И скажи, о май гад. О май гад. Гуднес. Мара, Махамад Орталар. Нью-Йорк, теги эфиром из Тюгада, Улубей Рахмату Лаевплан. Мара, шо, эфир. Чудей обзор от Улубей. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Да, конечно, я извиняюсь за ошибки какие-то. На русском, который, может, неправильно сказал. Но спасибо людям. Вот, Игорь, у нас в свое время была такая легендарная группа, до сих пор она есть. Веселые ребята. Я слышал, я знаю. Спасибо большое. Спасибо, Нуро, вам спасибо большое. Спасибо большое, что вы увидите. Меня уныло, и с таким же настроением. И дальше. Спасибо. 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 На самом деле, здесь имейл есть.